Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Христос воскресе. Последняя неделя приветствуемся. Христос воскрес. Четверг уже будет вознесение. Номер 176. События дня. Экклесиас 3.8. Время войне и время миру. 5 июня 2016 года за воскресенье. Ну, воскресенье понятно, что если батюшка, тут все в литургии собрали. Юрий Соболев. Христос воскрес. Поистине воскрес. Да. А задача ли новым выпуском событий, Игнатий Тихонович? Если все запрограммировано Богом, то у людей вариаций-то мало. Если точнее две. Обратиться к Богу или же остаться неверным. Все иной исторический фон, на который, кстати, нигде в Евангелии не обращает внимания Христос. Пошел думать. Это действительно так. Написано, предсказано. Как вы думаете? Храм такой. А можно было, чтобы не разрушали? Нельзя. Все будет разрушено. Христос сказал. Приговор вынесен. Сказано было, потом будет. Отодвигать сроки Господь делает иногда по молитвам. Да и то иногда. А иногда ничего нет. Отдельных людей выводят, как лота. А остальное уже приготовлено к осожжению. Где вот это? Придумали гей-парады. Содомиты. Слово содом прятают. Содомиты. А их выжигали огнем всегда. А те, кто потворствует, вот милиция охраняет, это все будут порублены. Все будут сожжены. Они этого не понимают. Вот мусульмане это знают. И они сразу выносят ему приговоры. Тут же рассчитывается с ними. Я отвечаю. Пошло все уже на прямую линию. Это не по вопросу. В эту пятницу в путь-дорогу. Простился со всеми. Это в собрании за 5 июня. Теперь снимать замки буду с опозданием. Видите, сколько открывается, когда считаешь. В 10 дней примерно. Так, чтобы знали. Вот с пятницы изменится кое-что. Потому что буду с лагерем в деревне. Интернет там по-другому работает от модема. А иногда там связи вообще нет. За неделю, что у меня будет накоплено, отсылаться будет. Это в других местах уже ставить будут. Модераторы, администраторы. И под замками. Замки придется только снимать уже. Так что здесь не бойся, что именно в вчерашний день говорим. Старайся. Может, что я пришлю. Если будет, говорю, пришлю. Вот. Мне отвечают. Зелья разную всякую присылать будем. Себя берегите. Мне отвечают. Не перетрудитесь. Уже не молодой. А я не согласен с преждевременной кончиной вашей. Ну, это вот это свое личное-то. Я почти понял тонкий намек. Юрий Соболев. Игнать Тихонович. Листал одну книгу, накнулся на любопытную мысль. Вспомнил о том, как вы риторически вопрошаете о недооцененности личности ветхозаветнего пророка Ездры. Насколько уместно такое осуждение? Когда Ездр вернулся в Иерусалим из Вавилона, он принес с собой книгу закона. Но о нем не сказано, как говорилось о пророках в Старе. Слово Господа снизошло на Ездру. Движение пророчества затухает. Когда тремя веками спустя Иуда Маковей, не зная, что делать с камнями оскверненного храма, решил припрятать их в укромном месте до поры, пока появится пророк и скажет, что делать. Это прозвучало грустным признанием того, что времена пророчества миновали в Маккензе. Может, в этом, если утверждение автора верное, неким образом скрывается причина забвения деяния пророка Ездры. Я говорю, почему он не канонизирован? Маленький пророк Агея, одна глава всего. И он есть, в имя его называют Агеевич, Агея. А что особенного сделал? Там Амвоз вообще не пророчится такое. Но, однако, вот так. Я отвечаю. Какое именно отношение это затухание, где-то пророчество, относится к выводу из плена народа Божия Ездры. И вот церковь-то и помнит. Вывел народ. Народ ни одного человека, целый народ вывел. Но надо показать, когда еще подобное где было. Но заодно это он уже незабвенный. Ни одного храма во имя Ездры вы не найдете. А они с Ниеми вместе, во имя Ниеми. Ни одного имени, ни одного отчества нету. Нету. Почему? Монахи, а так распорядили. Святцы их не занесли. Но раз не занесли, значит их и нету. Ни одного ребенка не крестили за две тысячи лет. И я про это и говорю, что это несправедливо. Потому что он многое сделал, а другой ничего не делал Герасим. Одного льва держал только, за носу вытащил у него. Да и тот самоубийца Левка. Вообще ничего нету, ни проповеди, ничего-ничего нету. Церковь канонизируют, причем монахи. Монахи, все это они своим делом. Так я отношу. Какое именно отношение это затухание где-то пророчества относится к собиранию ездрых книг Ветхого Завета, что он сделал, в один свод, что и составило большую часть Святой Библии Ветхого Завета. Вопрос. Какое это имеет отношение к этому? Дальше. Какое именно отношение это затухание где-то пророчества относится к написанию ездрых книг трех, находящихся в Святой Библии? Он написал. Три книги написал, и в списках святых его нету. Какое именно отношение это затухание где-то пророчества относится к его святой, примерной, праведной жизни, в которой не было ни единого пятнышка, не то, что у Давида или Соломона. Биография какая. Даже ничего бы это не сделал. Народ не вывел книги, не написал там. И этого пророка Божия нет в святцах. В честь его ни одного ребенка не крестили за 2000 лет, ни одного храма, в честь этого примерного во всех отношениях пророка Божия. Причина не в затухании дара пророчества в богоизбранном израильском народе, а в монахах с антиевангельским настроем, которые эти святцы писали. Это надо же так не любить истины и истинных пророков Божиих. Он Библию собрал, а они Библию не любят. Я знаю, причина-то какая. Монахи Библию вообще не знают, не знали. Там один кто-то знал, и они были против прям. Вот Федора Священный, молодой совсем парнишка, пришел, вопреки канонов, там правила тоже есть, с какого возраста принимать. А потом стали принимать прям чуть не из пеленок. Ну, Пахоми видит у него, есть данные такие. Он говорит, завтра ты проповедь скажи там, прочитай или как, поучение дай. Да к монахе, как осердились, как они встали, покинули собрание. Такому молодому дал говорить Пахоми. С ним они уже смирились. Он крутой был, Пахоми. Ему откровения были. Ава, 11 тысяч мужиков было. Полк, дивизия. Поэтому встали, пошли. Не хотят слушать. Отвечая, ездор, пророк трудился, жил с Неемией вместе. И такой к ним обоим привет от монахов. Книги собрали, помогли. Я взял местописание, привел. Второе Маковейское. Второе, говорит, повествуется так же и в записях и памятных книгах Неемии, как он, составляя библиотеку, собрал сказания о царях и пророках и о Давиде и письма царей о священных приношениях. Что сделали они для нас? Библия, благодаря им, переводили книг, которые собраны были. Они были рассыпаны. Неемия. Восьмая глава. Тогда Неемия, он же Тершафа и книжник Ездра, священник, одновременный чтец, и левиты, учившие народ, сказали всему народу, день сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И потом узнал Ездра, разобрался. Все поженились на иноземках, на комсомолках, молодые ребята женятся, своих дочерей отдают за них, поэтому святое семя Израилева осквернилось. И он сделал развод, по всей стране вернулся. Попробуйте сделать, сегодня одного не разведешь. Ну вот она такая, то такое, там дети, еще попало уже плетут. Ну не венчаны, церковь не призойдет, и венчаны братья. Живешь блудно, он живет. Ну не венчаны, ничего там нету. Понимаете? Радо разобраться, сходить епископу, а епископу у него власть дана, откуда эта власть ему дана, чтобы братья разрушать. А вот у меня вторая, третья жена, ну надо к епископу идти, священник не может. Епископ, который вообще женщин не должен видеть. Каноны-то какие? Если у него есть дача, а там женщины работают, когда он приходит, чтобы женщины носа не показывали. Я все сравниваю, как будто застоявшийся жеребец весной вывели, и как бы какую кобылку не увидал и не заскочил. Смешное даже. Второй езр 8. Как скоро услышал я об этом, что Женя с анаком попала, разодрал на себе одежды и священное облачение. Вот это да. Сказали бы психованный, психопат сегодня, попробуй. И рвал волосы на голове и бороде. И сидел озабоченный, печально. Но сегодня, представьте, сидит и волосы на себе рвет, священник какой-то, одежды порвал, ризы бы. Ну, ясное дело, что ему уже не простят никогда. А это все написано. И когда я езра молился, исповедовался, и плакал, распростершись на земле перед храмом, собралось к нему из Иерусалима весьма много народа, мужчины, женщины и дети. И был большой плащ в народе. Развод. Полный развод. Снабдилищем надо. Элементы, может, лет на 10 вперед дали, выпроводили. Целые вереницы потащились. Я говорю, какое было зрелище-то. Те, которые отдали дочерей своих, филистимлян, какие там, бавилоняны. Хорошие, красивые девушки были. И вдруг развод. Вчера так и спали вместе. Дети играли. Теперь я тебя не знаю. Не зови меня тятей, папой. Давай, идите отсюда. Вот это тоже было, как Авраама. Его же сын был Агар. И вдруг повеление. Слушай, что скажет царь. А что она скажет? Ей выгнать надо. Соперница появилась. Ну, та сама так вела. Все это уже запрограммировано. Вот еще она. Какой эпиграф на сегодняшний день? Война. Объявлена война. И все. Вчера было нормально, а сегодня в стране ничем не занимается. Развод. Полный развод всем. И остались одни евреи, еврейки. Друг друга не знают. Она разведен, он разведен. Ну, теперь садитесь вместе. Видите, как было. У нас потерявки было такое. Она вышла замуж. Все. А потом старики, беспополцы, кержаки сели там, рассуждали. Кто у кого крестил. Родство какое? По крещению. Духовное родство. Ну, и узнали, кто-то с кем-то там пятым, десятым коленом там. Все развели. До конца рассказывают. Ну, он женился. На другом конце потерявки живет. Я, говорит, выйду утром, смотрю туда, говорит, где он живет. Нелюбимый муж. У него такая же история. Ну, прошло лет десять, старики снова заседали и нашли, что можно им жить. Ну, у каждого новая семья уже. Ну, еще можно-то теперь. И так и есть. И дочь потом жила у нее, что-то с умом было, свихнулось. Ниемия. Вот это здесь вот. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от пена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии, в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, постился, и молился перед Богом Небесным. Вот сегодня, если нашелся бы такой, в патриархии кто-то, увидел бы, крещения нет. Совсем. Редко-редко где. Люди Христа не знают, Библии не считают, живут по-мирски, лезут в разные политические какие-то передряги. Что же с ними будет дальше-то? И плакал бы. Нет, все нормально. Лишь бы только меленько это работало, буддийское. Монахи молятся за весь мир. Никак не могу узнать, какие слова, как они молятся за весь мир. Я всегда говорю, я еще молюсь только за воробьев, а вот этим словами, они как бы говорят, за весь мир нас кормите и работать не хотят. За весь мир молятся. У меня с всего мира в интернете просят молиться, и молимся семь раз в день. Начинаю молить, если Бог поднимет. Ниеме. И сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, ворота с сожженной огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима и не будем впредь в таком уничижении. И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего и также слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Вот сейчас, чтобы это сделать, до 30 лет рукополагаю, священников всех запретить, согласно канона, извергнуть. Да будут извержены. И все кончилось бы безобразие. А так и ничего не исправить. Вот второе вселенский собак 8 дробят на епархии. Это ничего не дает. Видимость работы создает. Работы-то нету. Жизни христианской нету. Нету. Всех преследуют. И самое опасное, что патриархии стали образовать миссионерские какие-то отделы. Их нельзя образовать. Это обман, подделка дьявола. Не от человека это. А они все, кто? Во главе стоит Дворкин. Ну, что тут рассказывают-то? А как? Вымолить у Бога. Вымолить. Миссионерство это труд Духа Святого. А не то, что сел, навыщился, чего-то вышли, назвали артриумы, разные названия такие. Ну, вот ходил, что он делал там? Царионов, НТВ. Наконец-то все поднялись. Ну, хулиганство. Провокация. Ну, и у него не один такой. Остальные там ездят. Это по пальцам можно перечислить. Ну, а в России были? Ну, давайте по порядку перечислим. Кто был? Ну, не князь же Владимир-то. Не Феодосий Печерский. Это кто? Ну, так по местному, местнощитимому. Это Стефан Пермский. Пермяки, зыряне. Он благовествовал им. Ну, а еще кто? Ну, и Иннокентий Вениаминов, митрополит. Жена умерла. Проще, свободен. И на север поехал. И там он жил. Вот это благовестие. Тысячи километров на собаках едет. Вот. Николай Японский долго готовился. Не знаю, как это сказать, но он проповедовал. И он вместе, как он проповедовал, и все. Разумно делал. Ну, что-то говорят, курил он. Там, не знаю даже где. Вот. Благовестником тут был, и миссионером. Макарий Глухарев, архимандрит. Алтайский. Вот это настоящее. Ну, и все. Так это тысяча лет, за тысячи лет. Ну, остальные-то где? Ну, если знает кто-то, подскажите. Где? Проповедники были, да? И такие, так, Херсонские. Такие были. Иоанн Кронштадтский говорил. Были, знали. Но Иоанн Кронштадтский много говорил. А было ли это открыто? Почему он не видел? Вот Иоанн даже Кронштадтский к нему вопрос бы сегодня задал. Он разве не видел, какое состояние? Да, видел. Видел, а дальше еще делал. Почему не образовал курсы по изучению Библии? Почему не было изучения Священного Писания-то? Его за Бога стали признавать. За Бога. Всех-то Иоаннитов. Это не гордость, не гордыня, не прелесть. Их вылавливают. Ну, ты как мог себя поставить, что за Бога считали? Бог сошел в образе человека. Почему он не разодрал одежду, как Павел сделал, когда стали приносить жертву? Вообще, Татьяна пишет. Не знаю, одно по-русски, а другое еще-то нравится собачек, понаставили это. Игнатий Тихонович, храни вас Господь. Большое спасибо за приглашение на крещение. Ну, как приглашение? Мы дали знать. Но хочу попросить вас о переносе его на следующий год. Я узнал, что у нас есть в область Новая Иерусалима коренная пустынь. В ней вроде бы крестят с полным погружением. Вроде бы. Тоже не знают. Я хочу туда съездить и все узнать. То есть, если мощеные, как правило, они уже не будут. Так как с финансами у нас плохо и мы не можем выделить денег на поездку к вам. Мы переехали из Казахстана, а квартиру не купили, не хватило. Решили подзаработать, открыли мебельный салон, а тут кризис. И закрыть не можем. Некуда убрать мебель. За хранение нужно платить и распродать. У людей денег нет. Одна надежда только на Господа. Молю, чтобы Господь дал силы в моем испытании. Спасибо за ваши ролики. Вот мы были в Швеции, машина сломалась. Нашлись люди там какие-то русские. Где-то они там... Ну, не поймешь, кто они такие, чего хотят. Машину оставить нам, поехать за деталями, даже привезти, но не почтешь ждать, сидеть каждый день. Где жить? Еще не знаем. И стали люди нам разные советы там давать. Вот оставить надо. Где? За стоянку платить надо. Какие деньги? Кто? Один нашелся, я бесплатно пущу. Ну, ладно, там под открытым небом мы оставили все. У нас собака. Машина, груженая литературой. Ну, никак. Стали молиться и нашлись две мать и дочь, Людмила и Надежда. Я еще сказал, это у батюшки Людмила, жена у меня Надежда. И они посоветовали, нашлись там. Люди еще, которые, и они здесь же. Вам не это надо делать. Вам нужно сейчас вот тот-то город, Карлсхом какой-то там ехать, чтобы вас на вакуаторе туда утащили. Дальше перепрыть Балтику, попасть в Литву и из Литвы в самое ближнее Калининград. А это уже русская территория. И там для вашей газели найдут то, что ремонтировать ее не смогли. А у нее там шестерня полетела, передача, там внутри в моторе. Вот совет, наконец нашелся. Я для чего рассказываю? Для того, чтобы, ну молитесь, это вообще хранение, деньги платить на то, другое, продавать. У нас никогда на это не шли. Вот русские люди в эмиграции, когда были, вот где-то они разгрузились, там в Гонконге-то, и сидят на берегу, или в Бразилию приехали. И эти женщины уже половички разные стали, ну русских принято под ноги бросать-то, а те подошли, смотрят тамошние-то, окружают людей. Они стали тут же продавать их, эти половички-то, ну крючком делают, круглые под ноги бросают, орлицы такие. Все, мужчины что-то начали делать, поделки, а не так, что открывать что-то, и что-то перепродавать, тем более, ну, это же не на один день. Если открылся человек, как у нас, Мария Ра, питание разное, у него повсюду там есть, миллиардер, ракшин, то, то ясное дело, съел завтра, опять есть надо, каждый день-то. Ну если зеркальная фабрика, купил зеркало, ну и твоим внукам хватит смотреться, а что смотреться-то? Голодное лицо, жаждущее хлеба, глаза, вот поэтому где надо? Бензин если кто-то продает, ясно тебя сжигает, каждый день подъезжает и как снаряды говорят, как чемодан, забросили, назад они не возвращаются, новый снаряд готов, выгодно во время войны наживать. А это диван, ну лежит он диван и лежит, никто не берет, ну как ты его сделаешь? Неправильно начали делать, совсем неправильно. Так, у людей денег нет, одна надежда на Господа. Дальше. Очень много интересного вы нам открываете, спасибо за ваши ролики, хотя я чувствую себя самой большой грешницей после них, после просмотра роликов, так как во мне нет и малого или вообще ничего нет, что Господь дал вам. Но душа моя тянется к ним, к роликам. А Библию и свидетели Иегова, перевод нового мира, я прочитать так и не смогла. Когда я ее брала, у меня всегда возникало неприятное ощущение, особенно если какой-нибудь стих они переделали на свой лад. Я ее уничтожил, правильно сделали. Это не Библия никакая, это подделка. Сейчас у меня Библия создания Московской Патриархии 2008 года, но нигде ничего не нашла с чего переведенного. Дай вам Бог сил и здоровья, слава Иисусу Христу. Вы на наш форум заходите, зарядите Библия, и там все написано. С какого, какие были манускрипты, кто были переводчики, в каком году. Лучшего русского перевода, синодального, сегодня в мире, видимо, не найти даже нигде. не в частном порядке переводил какой-то Сергей Аверинцев или кто-то. А4 Духовная Академия, Татьяна Гунько. Благодарна вам за ссылки на эти сайты. Было приятно узнать о строительстве православной деревни. От души пожелаю вам дальнейших успехов. Пусть Господь хранит вас и помогает во всех ваших начинаниях. Видите, сколько у нас находится людей, которые молятся за нас, ну а мы молимся за них. Благодарим Бога. Вот. Я покажу сейчас, что у нас в интернете. Главное, где связь, это мой мир. Некоторые даже не знают контакты, одноклассники. А одноклассник вообще никакая. Я ее даже не признаю. Там не подать и рассказать. Одна фотография. Я говорю, может я не умею, ничего нет. Здравствуйте, до свидания. Что у тебя есть? А в нашем-то, посмотри, вот здесь у меня только на этом 3476 видео. Фотографии 18916. И все это по плейлистам, по папкам разложено. И сколько встречаешь. Вот только вчера перенес сколько здесь. И откроешь вот здесь. Я просто пропагандирую его. Вот оно где. Благословление вам, Сараман Кучма. У дочери моей двогодька температура высокая. Помолитесь, пожалуйста. Спасибо вас, Христос. Что-то не понял, какое имя и дочери. Ну, да помилует Господь. Плохая, высокая температура это не означает, что плохо. Я где-то считал, что до 40 с чем-то градусов, там 40 или 41, когда микробы этим жаром пожираются. Это у пчел так. На них бывает воротос, это клещи мелкие, и они прилипляются к пчелам, им не избавиться, улей гибнет. Но они тогда что делают? Я никогда не считал. Они загружаются медом полным, чтобы тяжело было нести. Заранее приготовляют место, где-то в дупло найдет пчелы-разведчисы. И они туда летят. Ну, крылышками это машут, но перегрев наступает, тоже там доли градуса какой-то. Клещ не выдерживается, и он от них отцепляется. Отцепляется и падает. Они прилетают в свое дупло уже очищенное. исследователи показали. Но если это так, то удивительно. Откуда бы пчелам это знать? Вот так и здесь кое-что надо менять. Менять. нацеплялись на тебя там разные где-то. Смени кое-что. Загрузился, переехал и глядишь, что-то будет. Вот. Ну, и дальше тут кто выступает. Вот здесь сколько искать можно, сколько людей. Видно, кто находится здесь. Там еще не видно, кто находится в данный момент здесь. Ой, сколько. Вот смотри, вот впереди виду здесь. Это конца нет. Это все, которым писал, кто мне писал. Вот. Видно даже, кто находится в сети в данный момент. Ну, у нас форум. Сегодня так накидали и почему-то горнулись под вопросом здесь два. Вопросы вот здесь девятнадцатый, а этот надо закрыть под замок, чтобы на него уже не ставили. Он перегруженный, потому что просмотров на нем на одном вот это по вопросу Игнатия Тихоновича, на который люди ждут ответа. Просмотров 117 тысяч 164. Ну, это много. И сколько ответов? 3677 ответов я дал только на одном вот этом вот вопросе. Ну, это новое уже. В нем 10916 просмотров. Вот в него и надо заходить. Нет, это про лагерь я смотрю. А другие вопросы 2255. Зачем туда залезли? Я не знаю, что там. Сбили они меня здесь. Я так и не мог понять даже какие именно сегодня свежие вопросы. Смотрел смотрел и еще непонятно. Ну, вот, когда много пишут, ясно дело, что я их просчитать не могу. Краткое содержание смотрю, вот, представьте, сколько. Вот, один за раз один человек ставит столько. Ну, ну, явно дело, что куда-то надо девать материалы или что. кто это будет читать мелко, не обдуманно, просто так, носовалые. Зачем, тоже непонятно. Я, мне еще неизвестно, что, если будет что-то противоречище, там, поношения какие-то, ну, строя существующие, то, что это, то я одним махом все могу убрать, закрыть. Потому, что у меня было так поставили, один подсунул такое с Украины, но я не рассмотрел. Я не мигом прикрыли это все. Но я стал объяснять, и они открыли. Там тоже сидят люди, думаю. Вот он столько дал, и что я, я должен считать, отвечать, или, не знаю, столько-то натолкать здесь. Я на другую страницу перехожу, здесь. Зачем отец Александр, это Паша, какой Паша, намекал о значимости экуменизма, как практический подход. Ну, так вопрос, они ко мне, к Александру Мению, почему он так, почему? У него свои какие-то планы были. Моя беседа с ним, мои беседы, они выставлены в интернете, здесь же, на нашем сайте, и в книгах, я все это пересняли, Анюта Овчарова, Украина, Игнать Ихныч, осуждает ли церковь чайл, фри, пары, которые не жна, это уже было у нас, патриарха, зачем говорят на патриарха, ну, этого, Алексея, что он не был чекистом, ну, не был, да и не был, ну, и здесь, обратно в этот, это не его, фотография мне говорят, частный гость, вот, кто он, Александр, русский, фамилия нет, что значит русский, вот, никак не люблю это, ни фамилии, ничего нету, отвечать, почему отвечать, неизвестно кому, вот видите, сколько опять, сколько раз, это за, за один присест, вот, наложили на пяти мюзок, блудное сожительство, это, видимо, раньше было, сегодня непонятно, вот еще кто-то зашел, кто Макс Лодзинский, что, с праздником сорока, мужчинников, но это, видимо, давно было, сорока, это уже давным-давно, видите, что, даже не знаю, какие именно сегодняшние, отхожу, вот, новое сообщение, чтобы видно было, почему именно сюда, бепет, надо в том, второе, вот, вот наш форум, как выглядит, заходите, пишите сюда, ну и наш видеоканал, большой видеоканал, просмотров, подписчиков, два миллиона, семьсот пятьдесят две тысячи, три тысячи, шестьсот сорок девять подписчиков, ну вот так, тут где-то, я не знаю, сколько есть, точно, четыре тысячи семьсот, наверное, видеороликов наших, выставляем события дня, но здесь все это можно смотреть, и кроме того, если вот здесь главное нажать, главное, с левой стороны, тогда она по-другому открывает и показывает жития святых, вот она, жития святых, кто составляет, то есть и насчитывал, восьмидесятые годы, а теперь их поставить, а эти пленки, ну, где-то порченные были, в КГБ побывали, отрезанные концы, и он монтирует с разных концов, чтобы начало, конец был, даже аминь, оторван, так с других, жития аминь поставляет, но это ничего не меняет, остается житие, это уже, наверное, около 250, может больше, видеороликов, вот они здесь есть, ну, и большое сокровище у нас, это наш сайт, самый капитальный, я его называю, тяжеловесный, ответ на 4124 вопроса, вот здесь 55 папок, видите, очень хорошо составлены, как спроектированная, конструкция нашего сайта, вот здесь около 50 книг, аудио мной насчитаны, это прошлое, прошлые годы, 80-е, множество фотографий, насчитанные книги, о лагере, деревне, ну, все, 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 больше, тысячи проповедей моих, в видео, в аудио, в видео, вот так, так, чтобы составлять на каждый раз, показывать именно по этим, что-то тут будет сделано по-другому, потому что, так долго, в интернете никак, как-то там потеряете там время, по времени платить надо, у меня ничего этого нету, как-то будет по-другому, отсюда буду копировать, ссылки просто говорить, не показывать, то есть не в интернете составлять вот этот ролик события дня, тут я включил в интернете, круглосуточно за меня платит кто-то, я не плачу, у меня нет ничего, у меня пенсия 6523, кажется, все, и поэтому купили мне и колонки, и процессор новый, заменили, люди добрые, христиане, братья настоящие, и кто-то платит, платит за меня, сколько платят, это видимо, ну не меньше рублей 500 в месяц, ну и к моей пенсии-то прикинь, да воздаст им Господь, я молюсь за всех, не нужно Господь прикроет это все, ну пока есть, большое у меня, и твиттер там где-то открытый, фейсбук, я в фейсбук зашел один раз, до того мне не понравилось, я и ушел, там кто-то, модераторы смотрят, живой журнал есть, хорошее дело, открытый, живой журнал, где он даже, даже посмотреть можно сейчас, хоть раз показать, вот я открыл его сейчас, ткнул, вот здесь вверху, но тоже, вот жизнь православной общины, вот он здесь показывает, опять промахнулись, Сергей что ли поставил сюда, вот, вот показано где, ну и опять же, как-то связано, кто смотрит, на сколько человек, это надо, ну наверное надо, живой журнал, но, не мог я здесь, я сюда даже не захожу, это модераторы, сами фотографии, администрация работает здесь, расписание встреч, встреч, это, я был на Берсеневке, набережной 18 помещений, кто там поместил, расписание встреч, срочная, не знаю, видите сколько, это все, из нашей общины, мы ниоткуда ничего не берем, у нас все свое здесь, это в Потеряевке, зима, вот, Рождество встречают, а Фейсбук даже, смотреть не стал, и главное, вот, сайт фотографии, там, фотографии три, сколько, отгадай, кто из своих друзей, у меня 4000 друзей, я бы отгадывал, я их никого не знаю, знаю, только там человек пять может быть, ну то есть, видно, что это ради денег, что-то люди делают, да помилует нас Господь, Богу слава, во веки веков, аминь.